Встреча государственного примирителя и учителей состоялась вчера вечером и длилась около двух часов. По словам Свина Рондика, представляющего интересы педагогов, были высказаны еще раз все мнения, после чего стороны пришли к точке отсчета. Учителя требуют повышения минимальной зарплаты на 20%, власти говорят, что денег на эти нужды никак не найти в госбюджете. По словам примирителя Хенна Пярна, возможности для выполнения требований учителей ищутся, но очевидно, что в 2012 году общего повышения зарплат ждать не стоит. По мнению же учителей и представителей их профессионального союза, решение правительства носит не экономический, а политический характер. Если сказать коротко, я думаю, что вопрос повышения зарплаты учителям не экономический вопрос, а политический. Если хочет правительство, то и будет решено. Не хочет, не будет решено. От них. И поэтому я считаю и тоже неправильным, что вместе с переговорами мы должны провести всякие акции. Ну, например, учителя были в томбе 25-го, там пожарники были, студенты были. Но это же какое-то государство, где вместо того, чтобы обсудить дело, надо где-то митинговать и шуметь и так далее. Это же ненормально. После встречи представители центральной власти заявили, что эту проблему должно решать не правительство, а местное самоуправление, которое отвечает за перераспределение денег, получаемых из госбюджета на образовательные учреждения. В свою очередь, местное самоуправление заявили, что для выполнения требований учителей необходимо 33 миллиона евро дополнительно. А Министерство образования ответило, что средства, выделяемые на зарплату в школах, шли не по назначению. Пока власти перекидывали эту тему друг к другу, как горячую картошку, учителя поняли, что они остались один на один со своей проблемой. Их ответом, вероятнее всего, будет забастовка, которая пройдет в конце февраля-начале марта. Готовность номер один имеется, потому что мы знаем, сколько принимают участие по всему республике, по учреждениям. Мы знаем, что мы будем предлагать. У нас документы выработаны, значит, мы высылаем тогда все требуемые материалы, чтобы как сообщить, кому сообщить, как организовать, что закон требует. Значит, у нас все есть. И если разрешение будет, то в следующей неделе мы это дело делаем. И уже тогда точно определим те сроки, когда эта забастовка будет. Потому что мы должны информировать не только власти, но и общественность. Родители должны знать уже раньше, когда школа будет закрыта. К забастовке уже готовы 70% учителей по всей Эстонии. Подтверждения об участии в ней приходят со всех уголков страны до сих пор. Более того, учителей готовы поддержать и другие профсоюзы. А это значит, что на один день может остановиться не только образовательный процесс в стране, но, например, и транспорт. Учитывая то, что почти каждый месяц перед зданием парламента пикетируют различные группы населения, правительству пора обратить внимание, что экономический успех и переход на евро, за который нас хвалят международное сообщество, достается дорогой ценой за счет простого гражданина, которому уже не в моготу тянуть нож, взваленную на него государством. Елена Соломина, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.